Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Уллправда.ру в студии Дарья Судриева. Смотрите сегодня в выпуске. Денег стало больше. Ульяновские парламентарии одобрили изменения в бюджет 2019. Не чистый, а ядовитый. Кто травил жителей лугового химикатами? После трагедии в Хабаровском крае проверяют все ульяновские лагеря. Чемпионат мира по стрельбе из арбалета прокомментирует Виктор Гусев, а развеселит дискотека авария. В Законодательном собрании области одобрили проект закона об увеличении областного бюджета. Региональная казна увеличивается за счет дополнительных налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений и перераспределения финансовых средств внутри отраслей. Куда конкретно будут направлены средства в материале Виктории Черковой. Доходная часть бюджета увеличивается на 1 миллиард 71 миллион рублей, а расходная на полтора миллиарда. Соответствующий закону проект приняли сегодня депутаты ЗСО. Поправки в проект бюджета обсуждались несколько недель. Сегодня пришло время их принять. Мы видим, что уже ожидаемые дополнительные поступления составили миллиард 60 миллионов. Это наши собственные доходные источники. В связи с этим, конечно, сегодня вносим изменения в законно-областном бюджете для того, чтобы направить эти средства на первоочередные расходы. Около месяца депутаты фракции корпели над распределением средств. Губернатор Ульянской области регулярно проводил встречи и обсуждал приоритетные задачи. Большая часть средств будет направлена на социальную сферу. Мы, как фракция, жестко поставили вопрос по увеличению финансирования на здравоохранение. Начальная цифра была всего 100 миллионов рублей. И мы публично заявили, что мы не будем голосовать, если эта цифра не увеличится минимум до 150 миллионов рублей. Изыскало правительство, хотя говорило, что это невозможно. Эти 50 миллионов пойдут на высокотехнологическое оборудование в областной больнице, на ремонты нескольких объектов, ну, допустим, кровли в 50 лет в ЛКСМ. Лидер коммунистов России Максим Сурайкин считает, что в Минздрав необходимо вложить как минимум миллиард. Естественно, пока такой возможности нет, но Сурайкин доволен тем, что 150 миллионов пойдут на оздоровление самой больной сферы нашего региона. Люди сегодня умирают. Нам сегодня надо в этот бюджет вложить все деньги, которые мы можем с других статей вытащить. Поэтому сегодня мы будем рассмотреть поправки, и там уже заложено 150 миллионов. Я их поддержу, потому что это очень важно. Минздравом, разумеется, не ограничились. Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев сделал акцент на помощь льготным категориям граждан и возрождении домов культуры. Большая сумма будет направлена на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений. Очень большой пласт касается финансирования ремонтных работ домов культуры в сельской местности. 23 миллиона рублей будет направлено на компенсацию выпадающих доходов по оплате железнодорожных пригородных перевозок. Поправки приняты. Средства направлены в нуждающиеся сферы. Губернатор Сергей Морозов теперь будет ежемесячно встречаться с руководителями фракций и комитетов по итогам заседаний ЗСО. Для большей эффективности работы к рассмотрению отдельных вопросов будут привлекаться члены правительства. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Улправда. ТВ. Накануне депутаты Ульяновского Заксобрания предложили присвоить железнодорожному вокзалу имя Владимира Ильича Ленина. Инициатива исходила от лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. Поддержали ли его коллеги, расскажем в нашем материале. Вчера в Законодательном собрании Ульяновской области прошло заседание Комитета по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества. В повестке на рассмотрение предлагалось около ста вопросов, среди которых одними из самых важных можно назвать развитие регионального образования и здравоохранения. Другие тоже непроходящие. Например, обсуждение законопроекта регионального Минспорта о поддержке наших земляков, чемпионов различных международных первенств. Еще до заседания Комитета его председатель Сергей Шерстнев указал на самые важные из вопросов, требующих внимания Комитета. Во-первых, сегодня будут рассматриваться изменения в государственной программе действующей на территории Ульяновской области. Это отрасль Министерства здравоохранения, образования, культуры, социального блока. И непосредственно будет рассматриваться вопрос распределения дополнительных средств. Расходная часть бюджета нашего региона увеличилась на полтора миллиарда. Поэтому обсуждение обещало быть конструктивным и полезным. Лучшие возможности пытаться выполнить максимальное количество наказов избирателей невозможно и выдумать. Однако депутаты от КПРФ попытались заменить финансовую и созидательную часть заседания на никчемный спор. Переименование площади Ленина в Соборную все никак не дает покоя местным лидерам КПРФ. Даже ситуация в здравоохранении, по их словам, не настолько важная, чтобы говорить об этом в начале заседания, где решается судьба дополнительных и, если так можно выразиться, живительных для многих отраслей денег. Этот непрофессионализм отметили и коллеги. Бегочные переговорки по инициативам. Что-то увидели, начинают сразу другое. Ну как-то смешно и непрофессионально. Василий Анатольевич, переименовывать площади можно? Или наш сам. Все, мы приняли решение. Нежелание с кем-либо сотрудничать и добиваться искомого сообща, как завещал вождь мирового пролетариата, наверное, главная фишка региональных КПРФовцев. Предложение соратника по идеологии товарища Максима Сурайкина о переименовании железнодорожного вокзала в вокзал имени Ленина КПРФ отвергло. Собственно, по каждому вопросу, который рассматривался на заседании, эти товарищи копались в незначительных мелочах. Долго уточняли, пытались разобраться в очевидном. Лидеры фракции КПРФ долго выясняли, как и почему называется та или иная государственная программа. Интересовались, откуда взялись казаки в Ульяновской области, хоть речь шла всего лишь о фестивале казачьей песни, давно проводящемся в регионе. Проще говоря, цеплялись к мелочам. Что вы подразумеваете под этим словом? Это программа, инцидент менеджмент, которая внедрена и у нас действует. Работа с критическим публикацией в социальных сетях. Для этого есть люди, которые числятся в медиа 70, в нашем областном автономном учреждении. Однако, несмотря на попытку сорвать нормальную работу заседания, оно прошло, и решения по многим вопросам были приняты. Интересы избирателей смогли отстоять все, кто работал по повестке дня. В сухом остатке комитет поддержал выделение дополнительных средств по всем важнейшим пунктам, предложенным правительством региона. Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае не оставил равнодушных. Трагедия случилась в ночь на 2 за 3 июля. В лагере находилось 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток. Погибли 4 ребенка, получившие сильные ожоги. После ЧП в лагерях во всей стране начались массовые проверки. Ульяновск не стал исключением. О ходе результата говорили на прошедшем заседании комиссии по чрезвычайным случаям. Срочное совещание с участием специалистов областного министерства образования, МЧС, глав муниципальных образований прошло сегодня в зале заседания правительства. Главный вопрос на повестке – обеспечение безопасности детей в загородных лагерях. Безопасность детей – это, пожалуй, самая главная наша задача. И у нас на территории Ульяновской области в течение всего летнего периода будут работать 20 палаточных лагерей. Я не буду сейчас говорить о загородных стационарных, а именно о палаточных лагерях. На сегодняшний день у нас работают два лагеря палаточных на территории Чердоклинского района. И нужно сказать, что во всех лагерях и палаточных, безусловно, тоже обеспечены особые требования к пожарной безопасности, к любой другой безопасности. Пристальное внимание к летней оздоровителе компании не случайно. Трагедия произошла в ночь на 23 июля в Хабаровском крае. Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса в Солнечном муниципальном районе унес жизни четырех детей. Всего к тому моменту в лагере находилось 189 мальчишек и девчонок. Сейчас на месте происшествия работает следственная оперативная группа, изымается документация. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель. Премьер-министр сказал о том, что нужно провести внепланные проверки именно палаточных лагерей и вообще, наверное, всех загородных лагерей, где сейчас находятся дети. И сейчас у нас будет произведено заседание комиссии по очистению ситуации правительства Ульяновской области. Естественно, мы это просто осмотрим и я думаю, такое решение будет принято и в ближайшие дни мы эти проверки проведем. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин еще раз напомнил главам муниципальных образований и всем присутствующим, что необходимо незамедлительно сообщать о палаточных лагерях, которые образовываются стихийно и не входят в специальный реестр. Ульяновской области Итоговый документ по решениям комиссии уже сформирован. Одним из пунктов станет создание совместно со специалистами МЧС видеоролика о правилах пожарной безопасности и страшных последствиях при их несоблюдении. Фильм будет показан всем специалистам, детям, по возможности и родителям на территориях загородных лагерей в рамках инструктажа по пожарной безопасности. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Запретили собирать валежник в природоохранной зоне, увеличили численность специалистов по опеке, передали стадион «Локомотив» в областную собственность. Итоги еженедельного заседания правительства в нашем материале. В Белом доме прошло очередное заседание правительства Ульяновской области. На повестке дня значился ряд вопросов, касающихся жизни региона. Первый из них – приведение областного законодательства в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров отметил, что в законопроекте собран и обобщен лучший опыт разных регионов по данному вопросу, а также прописаны два исключения. Так, заготовка валежника будет запрещена в заповедных зонах и на территориях промышленной лесозаготовки. Все эти участки выделены на местности специальными знаками. Прежде всего, это касается порядка сбора валежника, к которому мы относим всю отмирающую и погибшую древесину, которая находится на поверхности, на почве, на почвенном покрове в лесах Ульяновской области. Это сухие, ветровальные, снеговальные деревья и их отдельные части – это стволовые ветви, это пни, которые могут использоваться в качестве дровяной лесосеки для заготовки жердей, ну и в целом использоваться в хозяйстве населением Ульяновской области. Председатель правительства Александр Смекалин поручил доработать этот вопрос в плане информационного освещения. Соответствующая информация должна появиться во всех сельских средствах массовой информации и на сходах граждан. Проговорить муниципальное образование, участие с включением в повестке дня на сходах граждан, плюс включить сюда нашу сеть сельских стадий, для того, чтобы эту работу проводить. Следующий законопроект касался сохранения кадрового состава муниципальных служащих, занимающихся вопросами опеки и попечительства. Сегодня тенденция такова, что численность приемных детей растет, поэтому увеличивается количество работы, а как следствие – специалистов. Законопроект, который предусматривает установление единого критерия расчета численность специалистов как для городской, так и для сельской местности. Один муниципальный служащий на 2,5 тысячи несовершеннолетних детей, но не менее двух муниципальных служащих. В результате такого расчета численность специалистов по опеке и попечительству увеличится на две штатных единицы и всего составит 57 специалистов в области. Члены правительства единогласно проголосовали за законопроект по установлению соответствия классных чинов на государственной гражданской службе. Передачу из муниципальной городской в государственную областную собственность стадиона «Локомотив», а также безвозмездное пользование гимназии номер 34 здания по адресу Севастопольская, дом 14. Наталья Чуваченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Жители поселка Луговое не рады соседству с предприятием, занимающимся переработкой пластика, а тем более пластиковых емкостей из-под ядовитых химикатов. Площадка находится в непосредственной близости от жилых домов, а люди жалуются на постоянный запах. Репортаж с места событий. Компания «Чистый город плюс», занимающаяся переработкой пластика, арендует производственные площади в селе Луговом с весны. С тех пор начали поступать жалобы от местных жителей на зловонный запах и едкий дым. Как оказалось, на площадке складировались и перерабатывались пластиковые емкости, в которых находились пестициды и гербициды. Как только ветер начинает дуть в сторону населенного пункта, начинается, даже у меня дома, хотя достаточно далеко, головные боли начинаются и самое главное – сухости рвота. А кто живет рядом, у детей, у всех голова болит. Это отравляющие вещества и всякие гербициды, пестициды и бог знает что. Вчера вечером злополучную свалку посетил председатель правительства Александр Смекалин. В второй половине дня по его распоряжению на площадке начался вывоз мусора. Его перевозит один из регоператоров. Работа велась круглосуточно и продолжится в течение всего дня. Проверку организации начала прокуратура. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений ПФО отобрали пробы воздуха, воды и почвы. Результаты будут готовы в течение семи дней. Проверку юридически проводит прокуратура. Мы в ней участвуем как специалисты. Мы выходили сюда на внеплановую. Это не наша собственная проверка. Это проверка прокуратуры природоохранной. Соответственно, Сватя сделал забор. Сегодня второй день отбирали. Просто чтобы вчера люди возмущались, что не там отбирали. Но вот сегодня прислали еще раз лабораторию, чтобы люди сами показали, в каком месте отобрать они хотят пробу. К прокуратуре подключатся Федеральная налоговая служба и Росприроднадзор. Если назначение ангара не соответствует его фактическому использованию, понятно, что будем проверять и соответствующие санкции будем накладывать, потому что это неправильно как минимум. Вопрос со свалкой в Луговом остается на контроле правительства, администрации и надзорных органов. Жители Николаевки Ульяновской области отметили 91-ю годовщину со дня образования района. С поздравлениями выступили главы муниципалитета и депутаты законодательного собрания. Перед николаевцами выступили ансамбль мордовской песни Чиньжерама, ансамбль казачьей песни родня и исполнители из старой кулатки. В рамках празднования дня района прошла большая презентация книги «Азбука николаевского школьника». Праздник завершился дискотекой и великолепным салютом. С 12 по 19 августа в Ульяновске пройдет 20-й чемпионат мира по стрельбе из арбалета в дивизионах «Матчи Филд». Ожидается, что в турнире примут участие порядка 350 арбалетчиков из 35 стран мира, что может стать абсолютным рекордом по численности участников за все время проведения чемпионатов мира. Организаторы – Международный союз стрельбы из арбалета и Федерация стрельбы из арбалета России. На итоговом заседании оргкомитета чемпионата побывала наша съемочная группа. Меньше месяца осталось до арбалетного мундиаля. По словам организаторов, 20-й чемпионат мира без преувеличения станет главным событием года в арбалетном спорте. Сейчас идут последние приготовления к грандиозному турниру. Как было озвучено на заседании оргкомитета, готовность к чемпионату на 99%. По той информации, которая есть у меня на сегодняшний день, каких-то явных опасений за реализацию данного проекта у нас нет. Все идет в соответствии с тем графиком, который мы, Валерий Александрович, с вами утвердили, который мы представляли губернатору. Команда, которая сейчас это сопровождает, в полном объеме погружена и выполняет все те задачи, которые перед ней были поставлены. Второй раз в истории Россия получила почетное право проведения столь значимого и масштабного турнира. 18-й чемпионат мира проходил в Улан-Удэ, Бурятия, в 2015 году. На сей раз эстафету принимает Ульяновск. Мы решили, что Москва переполнена и так спортивными мероприятиями, нужно провести где-то в регионе. Но краше, чем Ульяновск, я не видел. Разлив Волги, доброжелательные люди, спортивная инфраструктура, исполнительная власть, как бы все только нам в плюс. Поэтому решили здесь. Юбилейный арбалетный мундиаль планирует собрать порядка 500 спортсменов из более 30 стран мира. В Ульяновск приедут лучшие стрелки мирового рейтинга Международного союза стрельбы из арбалета. Открытие чемпионата состоится 14 августа на Соборной площади. Финальным аккордом 20-го чемпионата мира по стрельбе из арбалета станет торжественная церемония награждения победителей и призеров, а также галоконцерт в Ледовом дворце «Волга-спорт-арена» с участием дискотеки «Авария». Все это будет 18 августа. Ведущий мероприятие – известный футбольный комментатор Виктор Гусев. Вход на соревнования свободный. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ. Завтра в регионе ожидается жаркая погода без осадков. Температура днем составит 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. Ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале уллправда.ру. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok